В Уральске жители домов, проживающие по адресу улицы Акан-Серэ, выражают недовольство из-за отсутствия асфальтированной дороги возле своего дома. Они отмечают, что это лишь одна из проблем. Также в их домах не работает лифт, не хватает мусорных контейнеров и отсутствуют детские игровые площадки. Наша съёмочная группа обратилась в городской Акимат для получения информации о планах по устранению этих проблем. Работы по благоустройству во дворе многоэтажного дома, расположенного по адресу Акан-Серэ, 49-1, начались в сентябре 2022 года. Но так и не были завершены до конца. Подобные проблемы наблюдаются и в соседних домах. Жители бьют тревогу, поскольку жить в таких условиях неудобно. Из-за отсутствия асфальта проезд к дому затруднён. Детям нечем заняться на улице, так как отсутствует игровая площадка. Также не хватает мусорных контейнеров. Я сама инвалид второй группы. Дом был выделен по государственной программе. Здесь отсутствуют необходимые условия. Лифт не работает. Даже выход и прогулка вечером становятся невозможными. В этом доме всего лишь четыре контейнера для мусора. При наличии шести домов. Фундамент здания уже начал трескаться по швам. В городском Акимате сообщают, что выполненная работа подрядчикам является недобросовестной. Он не завершил благоустройство дома до конца. Несмотря на потачу исков против подрядной организации ТО «Римстрой», которая не выполнила работы в соответствии с контрактом, судебное решение было вынесено в пользу строительной компании. Однако Акимат продолжает предъявлять иски в отношении подрядчика. Благоустройство данного дома началось в сентябре 2022 года под руководством подрядчика ТО «Римстрой». На сегодняшний день выполнено 65% работ по благоустройству. Три дома полностью оснащены инженерными сетями. 50% дорожного покрытия покрыто асфальтом. Однако подрядчик не смог завершить свои обязательства. Благоустройством дома займётся другая компания, которая завершит работы до конца третьего квартала. К слову, важным аспектом является то, что данные многоэтажные дома были построены по государственному заказу для людей с ограниченными возможностями.